Теплые напитки можно приготовить на основе красного чая, пуэра или улуна. Это зимний чай. Взять за основу один из трех китайских чаев и добавить приятные вам ингредиенты. Улун или олонг – чай полуферментированный. Пуэр – это чай, прошедший определенную стадию ферментации. Черный чай русские назвали купцы по цвету чайного листа. А в Китае этот чай называется красным из-за цвета настоя. Так что в профессиональной сфере принято называть его красным. Сотрудники чайной поделились с нами и нашими телезрителями рецептом авторского напитка. Он готовится на основе красного чая с добавлением розмарина, можжевельника, цедры апельсина и варенья из шишек. Мы заварим 5 грамм деньхун дзинья вместе с розмарином. Дальше 30 грамм варенья из шишек, 7 грамм можжевельника и 1 грамм цедры апельсина. Расчет составляющих на 1 литр горячей воды. Сначала в прессе с небольшим количеством кипятка заваривают красный чай и розмарин. Пока они настаиваются, нужно размолоть можжевельник, добавить его вместе с вареньем и цедрой. Получается красивый, теплый, ароматный напиток. Еще один несложный и полезный рецепт для заваривания в керамическом чайнике. В основе напитка нет традиционного чайного листа, используются местные травы. Нам понадобится 7 грамм таволги, 5 грамм иван-чая, 80 грамм грейпфрута, 8 грамм мяты, 30 грамм меда и 2 капельки табаско. В этом рецепте все ингредиенты закладывают в чайник сразу. Не забывайте, что температура кипятка для заваривания чая от 90 градусов Цельсия и выше. Острый перечный соус табаско придает чаю немного огня и пряностей. Здесь главное не переборщить. Всего 2 капли, чтобы было тепло, но не жгло. На вкус слегка напоминает чай с имбирем, но имбирь не все переносят. Осталось разлить по чашкам и, пока чай остывает, вдыхать полезный аромат. А затем взять себе все полезное тепло согревающего напитка полного витаминов и полезных микроэлементов.